Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал На Пару! В прошлый раз, когда мы ели дошираки, я все время говорила о мивине. И вот на прошлой неделе съездила в Украину и увидела в магазине мивину и поняла, что нам нужно заснять такой ролик. Я купила 5 видов разной мивины, 3 из них вермишели и 2 крем-супа. Тоже с вермишели, но что-то новенькое, такого я и не видела. Но потом в конце я еще узнала, что есть сладкая мивина. Правда, я ее не нашла, но это же вообще полная жесть. А сколько они стоят, если переводить на рубли? Если честно, там курс все время меняется, сложно считать, но мне дается плюс-минус, как доширак. Ну ладно, я попытался прочитать, что сзади написано, вообще не могу. Казалось бы, смотрите, склад вермишель, но вермишель я понимаю. Борошно-пшеница, это типа пшеница, стеарин пальмовый, вода питна, соль кухонна. Ладно, следующая часть украинского языка мне однозначно нужна. И для этого вам нужно поставить 20 тысяч лайков, не меньше. С чего будем начинать? Сегодня ты тут уведешь, потому что я первый раз это вижу, но столько от тебя слышал, что если оно будет не идеальное, то уже не подойдет. Максим предложил сегодня взять за идеальный доширак, это говяжий, конечно же. И с ним сравнивать. Ну правда, это идеал, стандарт. Мне кажется, ну, мало кто будет спорить, что говяжий ваш вкус. Я предлагаю начать с вермишели, базовая, стандартничная, со вкусом куриного бульона. Причем в Украине есть такая тема, что есть, видишь, зеленая полосочка и красная. Зеленая не острая, а красная острая. А в дошираке разве не так же? Ой, я такого не знаю. Ха-ха-ха, точно так же, один в один. Поэтому давай будем пробовать. Так, я как любитель острых беру красный, ты вываливай зеленый. Там специи-то хоть есть какие-то? Вот написано, с овощами и зеленью. Но выглядит один в один, как роллтон. И самое интересное, что на прилавках в Украине нет доширака, а там есть роллтон и мивина. Еще какой-то ноунейм, такого я не знаю. Это масло. Масло? Ну так, тут очень его много, спасибо. Я его даже не увидел. Мне кажется, здесь немножко более серый цвет макарон. И они пахнут странно. Вот знаете, масло это все прекрасно, но выдавливать его сразу пальцем в масле. Ну типа ничего ты не сделаешь с этим. Ай-яй-яй, я себе на руку пролила. Приправа отличается, у меня зелененькая, у тебя красненькая. Что принципиологично. Пахнет неплохо в сумме с приправами, но сама лапша была странновата. Давай заливать и пробовать. Оу-да. Давай, знаток, прочитай. Сколько минут, как будет минута, ты же знаешь в украинском языке. Як это как. Ладно, дожди. Хвелены. Еще слово хвелены. Тут на английском есть 3-5 минут. Так, засекаем тогда время. Но, если это будет не идеально, то ты мне врала, потому что ты говорила, что это обалденно вкусно. Но это было очень давно, я уже очень много лет не ела, я сама переживаю, вдруг правда все испортилось. У меня очень нравится цвет, очень красиво выглядит. Пахнет неплохо. Что скажешь? Не понял. Мне кажется, у меня мало специй. Или мы много налили воды? Во-первых, мне кажется, макароны не доделались, им не хватило. Возможно, это из-за уровня воды, но они жестковаты у меня. Чувствуется, что есть масло, это прикольно, но специи реально не хватает. Может быть, я бы чуть-чуть посолил, но тогда это уже не, конечно, бич-пакет. Остроты тебе хватает? У меня потому что вообще не острая, прям никакущая. Есть ложка рядом. Бульон вкуснее макарон. Да, вот ложечка. Чтобы вы понимали, я такой странный человек, я в дожки выливаю бульон. Но здесь бульон вкуснее самих макарон. Это из-за масла, я думаю, только из-за него. Оно не острое, даже намек на остроту нет. А бульон очень вкусный. Они приготовились на самом деле, просто сам вкусный, как макароны. Они, видишь, тоненькие. Простите, я как свинья, но бульон обалденно вкусный. Дай твои попробуем. Ну, заметьте, здесь нет овощей никаких, то есть немножко зелень и все. Причем зелень мне как только цвета добавляют. Да, мне тоже кажется, краситель. Но мне кажется, твои вкуснее. Да? Хоть я и любитель острого, вот это лучше. Ну, не знаю, мне почему-то в детстве казалось, что это вкуснее. Смотрите, капец. Ну, вообще, мне кажется, неплохо. Они намного хуже Дошика, просто немножко отличается вермишель. Вермишель мне как раз не понравилась. Вот многие из них очень длинные. Они разной длины. Вот это очень странно. Некоторые прям длиннющие, некоторые короткие. У Дошика они все-таки плюс-минус одинаковые. И вот какая-то сама то ли мука, то ли что-то слишком... Скорее всего, был взят очень низший сорт муки. Очень низший, да. Поэтому такие макароны получились. Но жир прикольно. Вот этот жир масла добавляет, что такое, правда, жирноты. Аппетита добавляет, сытности. Прям чувствуется из... Бабушка просто говорила в детстве, что надо ломать. Тогда они будут с одинаковой длины. В этом есть логика. Тут не поспоришь. Просто Дошик мы не ломаем, и с ним все нормально в этом плане. Но этот, возможно, и стоило поломать. Бульон классный. Кстати, а твой бульон не пробовал. Похоже на Роллтон бульон. Ну, какой лучше? Бульон этот, макароны те. Так, интересно. Так что выливаем отсюда бульон и перекладываем, короче, поняла. Ну, в общем, что ты скажешь? Ну, знаешь, мы с тобой пробовали много всяких Дошикоподобных материалов. Да. Это не худше точно. Ну, не говяжий. Не говяжий Дошик. Я поняла. Так, пробуем следующее. Сейчас я бульон попью. Они прям, знаешь, очень странно белые. Вот если обычно вообще она желтеет, она прям белая-белая-белая. Надеюсь, вам это видно. Даже постояв еще побольше, они не стали острее. Нет. Это не остро. Вообще нет. Ты только бульон мой не выбрасывай, я его допью. Ну, следующее мне очень интересно, как ты переведешь. Со вкусом чего? 31 смаком с сиру ту зеленью. Ну, там так и написано. Вот попробуй. Ну, и как это переводится? Это З-буква. Здесь смаком с сиру ту зеленью. Что это? Овощи с зеленью. С сыром. С сыром? С сыром и зеленью. Я думаю, это будет плохо. Ты еще не пробовал. Я сама такого вкуса ни разу не видела. Вообще, у них подошел ребрендинг. Раньше упаковки по-другому выглядели. И другие вкусы были. Но здесь заявлено моцарелла. Это что-то очень странное. Я не удивлен, что ты это взяла. Давай, заливаем и пробуем. Ну, а следующее, это вообще что-то очень странное. Это крем-суп с вермишелью. Это сыром моцарелла. Опять ты моцареллу нашла. Да хватит уже. А это шампиньонами. Я пошел. Алина вам все расскажет. До свидания. Ну, там не было других вкусов. Я сделала все, что было на прилавках. Вообще, у меня был очень странный набор. Только мивина. И все. Вот что она привязала с Украины домой? Новый паспорт и мивина. Где у меня таможенники спрашивают, где ваш чеманат? Говорю, у меня его нет. А какие у вас вещи с собой? Я показываю пакет с мивиной. Он мне смотрит на сумасшедшую. Бульон топ. Топ. Если честно, я правда бы его выпил, да? Можешь сюда ко мне слить? Так, ну что, посмотрим, что здесь. Давай в этот раз поломай ее, правда, как завещала твоя бабушка. В крем-супе все то же самое. Вермишель и один большой пакет. Больше ничего здесь нет. Вот, кстати, написано. Почему вермишель готовится так быстро? Потому что они мешают тесто. Тесто раскатывают очень ровно, тоненько. Они его приготавливают на пару под высокой температурой. На пару. И обжаривают в масле. Поэтому получается так быстро. Оно уже готово к употреблению. Нифига тут приправа. Смотри, какая она странная. Капец она пахнет. Я себя всего извозил, но это не важно. Прям моцареллы. Прикольно. Его достаточно много. Мне интересно. Какой-то новый формат. Я тут насвинячил, ты не ругайся. Да. Ну и так же зальем вот эти вермишельку. В общем, теперь у нас получается вермишель по разной рецептуре. Смотрите. Будет крем-суп с вермишелью, который не ломали. С которой ломали. И так же просто будет мивина ломаная уже. Интересно, повлияет на вкус или нет? Я думаю, нет. Лей. Блин, тут такое смешение запаха у меня что-то в нос ударило. Честно скажу, аромат не самый благоухающий. Так, накрываем. Я пока отойду. Ну что, будем пробовать? Давай по порядку. Мне страшно просто одновременно все это нюхать. Это крем-суп должен быть. Вот как-то, знаешь, мы настолько привыкли к макаронам нормальным, что вот всяким усложнениям уже страшновато. Но пахнет неплохо. Цвет супа. Пробуешь или мне первый? Давай я первый попробую. Мне страшно. Скорую вызывать? Если кто-то знает рецепт сырного супа, то это он. Мне очень понравилось. Вкусно. Значит, мне не понравится. Теперь еще юшечку. Это же самое вкусное здесь. Это же крем-суп. А повторять герой, что это сырный суп. Ну, неплохо. Ну, интересно. Здесь хотя бы чувствуется вкус чего-то. В отличие от предыдущей Мишели, не чувствовалось. Ник, это очень неплохо. Опять же, повторю свою любимую фразу. Для любителей сыра это нормально, правда. А вообще не как будто, знаете, какой-то Принглс или щитус сырный. Да, да, да. Разбавили водой макарошками. Причем, мне там было написано... Господи, правда, извините, пожалуйста, я был предвзят. Вот это хорошо. Это вкуснее предыдущих двух. Так, я еще попробую. Ну, не вкуснее того бульона. Вот это б я обдоела. Ну, вот ты сейчас и доешь. Следующий с шампиньонами. Тоже крем-суп. Блин. Запах, конечно, здесь вообще максимально ядреный. Вот здесь, смотри, уже морковка видна. И лук здесь виден по сравнению с тем. Давай я первый, я готов. Пофигу, что это грибы. Разойдись. Блин, пахнет, конечно, капец. Наверное, все-таки в супе лучше вмешать макароны, тогда будет лучше взять. Да, я, короче, приготовил лучше. Блин, очень похоже на грибной доши. Прям, судя по всему, специя одна и та же. Я как человек, который очень любит грибной крем-суп, и все время везде его пробует, это не очень хорошо. Этот был намного вкуснее. Намного. Вот я даже заем, потому что у меня сюда неприятный крипт. Вот здесь прям чувствуется дешевая приправа грибная, ядренейшая. И здесь намного как-то мутнее цвет, он какого-то сероватого оттенка. Хотя с макаронами, конечно, прикольный. Вот здесь мы нанили немножко меньше воды, и более густой получился, как настоящий крем-суп. Просто я четко разломала, и поэтому они нормально приварились. Это плохо. Ну что, последний со вкусом чего? Я забыл. А с чем он? Ты же приводил два раза. Сыр и зелень. А, опять сыр. Ну смотри, здесь другой цвет воды, сразу видно. Но здесь есть, смотри, морковка и лук. Почему в той упаковке не было? Выглядит так себе. Лау, на самом деле шучу, давай попробуем. Это так же выглядит, что ты гонишь. Попробую я, как любитель сыра. Это было вкуснее. Такое. Если делать мой топ по мивину, то на первом месте просто отдельно бульон из того вот острого, потом, наверное, идет все-таки суп сырный. Но он был неплох. Дальше вермишель не острая, потом вот это и грибной на последний. Я заправлю. И сейчас я полностью согласна. Вот если сравнивать, например, сырный крем-суп и просто мивину со вкусом сыра. Но знаешь, что самое важное? Если делать максимальный топ, то наверху будет... Я считаю, что все-таки сыр намного вкуснее. Здесь почему-то сыр не очень чувствуется. Какой-то странный привкус. Другой сыр как будто. Да. Но по твоим рассказам я ожидал большего, но и готовился к худшему. Так что это неплохо. На нейтральной территории. Наверное, просто в детстве все кажется вкуснее. Или, возможно, мы еще не пробовали, надо было в сухом виде кушать, как я делала в детстве. Это максимально бишь в пакет. Да. Но прежде чем мы закончим, я думаю, вы заметили, что сегодня у нас одна камера. Это происходит редко. Во-первых, сначала что случилось? Алина собирала сумку, забыла все крепления для штативов. А потом я попробовал кое-как закрепить камеру. И короче... Она сломалась и не включается объектив. Он заклинил. Поэтому, скорее всего, мы с ней попрощаемся. Офигеть, какая здесь вмятина. И это, на самом деле, очень грустный момент, потому что это моя первая камера на YouTube. Если честно, чувствую себя виноватой, потому что произошло по моей вине. Конечно, и косвенно. Я просто забыла шапочку на штатив, но все равно. Прости меня. Ну ничего, купим новую. Что поделать? Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если новенький, и оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. А ты доедай свою дочь. Как говорят. Да, вот пока не съешь. Не уйдем. Да.